Монтируя последнее видео, я услышал удар об стекло балкона. Повернувшись и подойдя к окну, за стеклом оказалась крохотная птичка, которая сидела на земле и тяжело дышала. Я сразу понял, что это она ударилась об стекло и, возможно, от удара как-то пострадала. Я не знал, что делать, но оставить её там я не мог. Тем более, что приближался дождь. Куки сразу же подбежал к окну и начал смотреть на птичку, но не глазами хищника. Мне кажется, он также понимал, что мы должны ей как-то помочь. Я решил открыть дверь и медленно подойти к птичке, чтобы она не испугалась и не прыгнула вниз со страху, и там её не съели коты. Но она никуда не уходила, и чем ближе я приближался, тем больше я чувствовал, что ей нужна помощь. Ведь обычно дикие птицы держатся очень далеко от человека. Возле неё была какая-то жидкость. Поначалу я подумал, что это кровь, но потом понял, что это экскременты. Она продолжала сидеть и смотреть на меня, будто понимала, что я хочу ей помочь. Невероятно! Дикие птицы в нормальном состоянии никогда такого не позволят. Вероятно, она была в очень сильном шоке от удара о твёрдое стекло. Дальше я сделал попытку взять её в руку, но, видимо, у птички сработал инстинкт, и она немного отпрыгнула, выдав звук. Но со второго раза мне удалось её взять, и она, бедная, особо даже не сопротивлялась. Теперь надо было подумать, что с ней делать и где содержать перед тем, как отпустить на свободу. Для начала мы поместили её в тёмную картонную коробку, чтобы она немного пришла в себя. И тем временем достали наш старый аквариум, в котором мы когда-то запечатывали креветок. На дно насыпали немного опилок, которые одолжили у Стёпы, и поставили вот такой мох и веточку, чтобы птичка хоть немного ощущала природное окружение. Сверху накроем полотенцем, чтобы она не выпрыгнула. Перед тем, как запускать птичку внутрь, мы решили её напоить. Ведь без еды она точно может продержаться некоторое время, а вот без воды очень недолго. У неё были закрыты глаза, и казалось, что она уже умирает. Но как только к её клювику коснулась капля воды, и она её проглотила, то её глаза открылись и налились жизнью. Только посмотрите, какая она красивая! Глазик будто нарисован! К счастью, аквариум ей приглянулся, и она сидела в нём относительно спокойно. Кормить её вряд ли получилось бы, ведь она такая крохотная, что держа её в руке и пытаясь засунуть в клювик какую-то еду, её можно было очень легко покалечить. Тем более, это был бы для неё большой стресс. Многие люди, когда помогают птицам, совершают ошибку и кормят их хлебом. Нужно понимать, что хлеб – это не еда для диких птиц, ведь они питаются насекомыми, и выпечка может их только убить. Мы решили продержать её до следующего дня, чтобы она восстановилась, набралась сил, и я надеюсь, полетела к своим друзьям. Накрыв её домик полотенцем, создав темноту, мы оставили её отдыхать. И придя утром в комнату, я обнаружил, что полотенце было слегка сдвинуто, Куки на полу, а птички внутри не было. В голове крутились ужасные мысли, но потом, оглянувшись, я увидел её на шкафу. Она жива и здорова прыгала по старым вещам и даже делала небольшие перелёты. А Куки сидел внизу, глядя на птичку огромными глазами и издавая какие-то неприсущие коту заклинания. Ну что, настало время выпускать нашу птичку. Надеемся, что она восстановилась, и у неё хватит сил полететь и добывать себе пищу. Медленно открываем ладонь. Птичка несколько секунд думает и взлетает. Короткая посадка на лампу у дома, видимо, чтобы попрощаться с нами, и улетает на высокие ели, где, видимо, она и живёт. Видя, как бодро она по ним прыгает и летает, мы можем быть спокойны, что теперь она способна позаботиться о себе. Мы очень рады, что нам удалось её спасти, ведь кто знает, что было бы с ней, если бы мы так и оставили её на балконе под дождём. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok